Соответствующий приказ Министерства образования и науки Российской Федерации вышел 11 апреля. Теперь организации, которые оказывают вам платные образовательные услуги, обязаны составить с вами договор. Что это даст? Во-первых, вам уже никто не заявит, что за разбитый нос ребенка или травму на качелях воспитатели ответственности не несут. Во-вторых, вы будете платить строго за те услуги, которые получаете. Например, вы заплатили за месяц, а ребенок две недели проболел дома. Тогда смело требуйте вернуть вам половину суммы. И, в-третьих, сама бухгалтерия станет намного прозрачнее. Любой родитель имеет право затребовать детальную смету расходов и проверить фактическое наличие каждого пункта. Просят, например, директора детского садика предоставить информацию о том, какие ингредиенты входят в состав, например, первого или второго блюда для ребенка. Потому что всякие категории детей поступают в детские сады, у кого-то аллергия на те или иные ингредиенты. Грубо говоря, если в смете заявлены борщ и котлета, а ребенок получил только первое, налицо нарушение договора. И, что точно обрадует любого родителя, больше не придется постоянно спонсировать образовательные учреждения. А если с вас будут дополнительно брать денежные средства на ремонт, на бытовую технику, это незаконно. И данный нормативный акт четко указывает в своей диспозиции, уже как говорится, что вы не должны платить за что-то, что вам не оказывают. Но с этим пунктом будет особенно трудно, признаются сами юристы. Вряд ли удастся до конца искоренить любимую традицию образовательных учреждений, обирать родителей на шторы, краску и прочее. Но, зная свои права и обязанности второй стороны, можно хорошо сэкономить и деньги, и здоровье.